МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Под контролем правительства в Республике снижаются долги по зарплате. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Некачественная разметка и неактуальные знаки. Ход дорожных работ обсудили на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запеканка и пюре из тыквы. Победитель финала 8-го национального чемпионата молодые профессионалы Дарья Живолюкова провела мастер-класс по поварскому делу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня глава Республики Олег Николаев встретился с первым заместителем председателя правления по технической политике компании Российской автомобильной дороги Алексеем Борисовым. Они обсудили вопрос о строительстве автомобильной дороги М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань. М-12 станет частью международного транспортного маршрута Западная Европа-Западный Китай. Это особенно важно для развития экономики, налаживания партнерских отношений. Строительство высокоскоростной трассы включено в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Российский автобан будет платным. Предполагается, четыре полосы движения по две в каждую сторону. Протяженность маршрута около 730 километров. Трасса соединит столицу нашей страны с Казанью. Добраться от одной точки до другой можно будет не за 12, как сегодня, а за 6,5 часов. Разрешенная скорость 130 км в час. В Чувашии дорога пройдет через 6 районов. Шумерлинский, Вурнарский и Бресенский, Комсомольский, Канарский, а также Янчиковский. Сегодня реализовывается стадия формирования документов планировки территории. Мы уже практически на финишной прямой. И должны к первому ноября закончить всю эту процедуру и утвердить. Вот сформированы полностью план трассы, прохождение определенной участки. Ориентировочная стоимость масштабного проекта более 500 миллиардов рублей. Окончание строительства 2024 год. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика. Объемы разметки чувашских дорог термопластиком планируют увеличить в следующем году. Эту и другие темы обсудили сегодня на правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чувашской Республике. Долгосрочные дорожные работы сейчас идут на 45 участках Чувашии. В этих местах с начала года произошло 18 ДТП, в которых ранены 35 человек. Это меньше, чем в прошлом году. Позитивная и общая статистика происшествий. Сегодня по итогам 9 месяцев тенденция сокращения показателей аварийного доллара сохранить. Количество дорожных происшествий сократилось на 5,1. Погибших у них 3,3. Это с 90 на 87 человек раненых на 5,6. В отдельных случаях причиной аварии становятся плохие дороги, несоответствующие ГОСТам, дорожные знаки и некачественная разметка. Что касается последней, большинство предписаний от ГИБДД поступает в весенний-зимний период. Предписания в основном идут в период с января по март месяц. То есть в зимний период, когда уже краска, которая нанесена разметкой, в процессе эксплуатации стирается с асфальта, ее не видно. По температурным условиям восстановить не можем. И контракт не заключен. У меня предложение только одно. Значит, на участке дорог с повышенной интенсивностью переходить на термопластик. Ну, тут нужны дополнительные финансовые вложения. Давайте аналитическую справку. Если это, извините, пожалуйста, стоит на 10% дороже, но при этом служит в два раза дольше, конечно, на это не нужно. Давайте, как бы, уклад. Давайте соответствующие аналитические выходки, как бы, по эффективности. Конечно, на это будем идти. Руководитель региона отметил необходимость централизации дорожных работ. Этим власти займутся со следующего года. Общую координацию всех этапов жизненного цикла дорожных сетей, от планирования до содержания, поручено осуществлять управлению автомобильных дорог Чувашской республики под ведомственной структурой регионального Минтранса. Ирина Волкова, Николай Скворцов. Республика. Реализацию инвестпроектов с участием иностранного капитала контролируют федеральные органы власти. Они пристально следят за соответствием заявленного проекта строительным нормам и санитарным правилам. Кроме того, размещать промышленные объекты допустимо только после внесения изменений в генплан поселения, что предполагает публичное обсуждение. В случае с китайским проектом этого не было сделано. Необходимо максимально представить все документы, представить это все жителям, дать, чтобы люди могли задать свои вопросы. Основная задача – это учет интереса мнения местных жителей, соблюдение законодательства Российской Федерации и в то же время помощь инвестору в реализации его проекта. Сейчас от китайской стороны ждут расчетов и детального описания технологических методов, которые планируют применять в работе. Лишь после этого проект представят местным жителям. Задолженность по заработной плате в 10 организациях Чувашии составляет почти 20 миллионов рублей. Не оплачен труд 257 сотрудников. Такие данные озвучили сегодня в Доме правительства. По сравнению с прошлым годом, общая задолженность по республике снизилась на 45%. В результате совместных усилий прокуратуры и органов исполнительной власти Чувашии незаконно задержанная зарплата выплачена 1286 работникам. Строительная фирма «Три АС», которая должна своим работникам около 2 миллионов, половину суммы уже выплатила. Оставшуюся часть планируется закрыть до конца года. В ООО «Управляющая компания ЖЭК-21» картина обстоит иначе. Здесь произошла смена управляющего компанией. Истекли все сроки взыскания депутатской задолженности. Очень сложно теперь эту работу возобновлять, как-то ее активизировать. Но дело в том, что по отчету арбитражного управляющего, это более 15 миллионов. По факту получается, что мы не можем обнаружить и ни копейки, потому что нам не переданы ни документов, ни базы. Еще один неплательщик – общество с ограниченной ответственностью железобетонной конструкции номер 2. Оно должно сотрудникам около 6 миллионов рублей. Но взять их негде. Считали невозможным связи с тем, что имущество было реализовано, за счет которого возможно погашение. Сейчас, в данный момент, проводятся публичные торги по депутатской задолженности, а также первые торги по остаткам залогового имущества. Работники не должны страдать от неумелых управленческих решений руководителя организаций. Поэтому погашение задолженности будет находиться под контролем правительства. Специальная комиссия рассмотрит все материалы. Ольга Семенова, Павел Иритков, Республика. Руководители органов исполнительной власти Чувашии впервые после снятия ограничений возобновили прием граждан по личным вопросам. Меры безопасности по-прежнему соблюдаются все пришедшие на прием в масках и перчатках. Первыми встретились с гражданами министра строительства Александр Героев и министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. И если в первом случае говорили о теплоснабжении, аварийном жилье обманутых дольщиках, то во втором о поддержке малого и среднего бизнеса, обеспечении льготного доступа к кредитным ресурсам. На эти цели в республику из федерального бюджета поступил 1 миллиард рублей. Мы будем эту практику восстанавливать, будем встречаться с предпринимателями. Пожалуйста, приходите, задавайте свои вопросы, будем находить решения, будем искать пути. Но помимо этого приема граждан работают все в соцсети. Такие личные встречи позволят органам власти быть в курсе самых важных проблем граждан, вовремя на них реагировать и оперативно принимать решения. В Чебоксарах участились случаи отравления детей лекарственными препаратами. Причины разные, но врачи бьют тревогу. Дети всегда должны быть в поле зрения взрослых. Трехлетняя Соня сейчас могла бы играть с подругами в садике, но оказалась на больничной койке. Она нашла красивую бутылочку со сладким лакомством и всю выпила. Малышку госпитализировали симптомами острого отравления. Лекарство всегда у нас на верхней полке, но оно как-то упало, ребенок нашел. Я как только сразу увидела, что она выпила, сначала я ей дала стакан воды, а потом сразу позвонила в скорую. Врачи предостерегают, сиропы опасны еще и тем, что у них приятный вкус. Ребенок может выпить весь флакон, как в случае с Сонечкой. А если этот сироп с препаратами железа опасно вдвойне, может нарушиться дыхание. В этот раз все обошлось. И все благодаря оперативности и правильных действий мамы и бригады скорой. Сразу же была начата детоксикационная терапия. На данный момент девочка чувствует себя хорошо. Жалоб нет. Все показатели стабильные. Именно благодаря тому, что была соблюдена тактика оказания медицинской помощи. То есть, еще раз повторяю, мама сразу же вызвала скорую помощь. И бригада скорой помощи провела адекватные действия, неотложные помощи. Это очень важно. Потому что доза, которую получил этот ребенок, она достаточно большая. Если бы не были проведены эти действия, то была бы достаточно серьезная ситуация. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное. Совсем скоро девочку переведут в отделение педиатрии. Врачи напоминают, лекарства могут не только лечить, но и калечить. В период начала учебного года к нам увеличивается количество поступлений отравления психоактивными веществами различными. Все эти опасные вещества должны храниться в шкафу, который закрывается на ключ. Это единственный надежный способ уберечь ребенка от доступа к токсическим веществам. Еще один важный момент. Порой принятые лекарства могут оказать опасное воздействие на организм не сразу. Поэтому в любом случае надо сразу же обращаться за медицинской помощью. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Георгий Кривошейн, Республика. В эфире программы Республика мы рассказывали про Марка Пискарева. У мальчика тяжелое заболевание. И всем миром ему собирали деньги на лечение. И вот стало известно, Марк получит заветный укол стоимостью в 150 миллионов рублей бесплатно. Об этом его мама написала в Инстаграме. Напомним, что мальчику поставлен диагноз тяжелая форма спинально-мышечной атрофии первого типа. Ребенок не может самостоятельно двигаться, принимать пищу и даже дышать. Прекратить ежедневные страдания и боль может единственный препарат в мире – залгензма. Компания, производящая лекарства, решила подарить его 100 семьям по всему миру. В их числе и семья Пискаревых. Мы до последнего начала не верили в то, что вообще произошло. Но прям эмоции удовлетворились. Мы поняли, что Марк будет спасен. И это не стоящее чудо для нас. Мы желаем Марку скорейшего выздоровления. Изысканная карамель, мороженые с семги, творожная запеканка с курагой. Мастер-класс по приготовлению и оформлению этих блюд продемонстрировали сегодня юные кулинары и поворачи боксарского техникума технологии питания и коммерции. С участниками интересного процесса стали и приглашенные. Вот такое легкое тыквенно-картофельное пюре оформил на тарелке глава Чувашии. Под чутким руководством Дарьи Живолюковой. Юный повар учится еще в 64-й школе в 10-м классе. Но уже получила признание на российском уровне. Даша победитель национального чемпионата WorldSkills Russia 2020 в компетенции поварское дело среди юниоров. Показала Даши, как можно приготовить аппетитную запеканку. Олег Николаев предложил включить запеканку в школьное меню и рекомендовал Минобразование Чувашии внедрить новое блюдо в рацион питания. Нам надо найти кинейское рациональное зерно. С одной стороны, чтобы в рационе у детей школьное питание спорно все любило. С другой стороны, чтобы это было приемлемо по цене. В другой лаборатории показали, как делают конфеты. Это приготовление корпуса для конфет. Так, а дальше что ты будешь не делать? Сейчас он застынет, потом будет начинка. Начинка должна тоже застыть. И потом уже скринь, что он нашел конфет, и потом они выходят из формы. И получаются вот такие конфеты. Автор Дарья Матросова. Студентка третьего курса. На восьмом национальном чемпионате по компетенции «Кондитерское дело» она завоевала золото. Где только не была, в каких только мероприятиях не участвовала. Очень активная девочка. Золотые руки. Это вообще несравненный опыт. Обычно этого не научат на уроках. Это как можно испытать. Скажи, во сколько ты приходишь в техникум? Во сколько уходишь? Скажи, это с утра до вечера. В хорошем смысле слова трудоболит. Даша Матросова вошла в состав национальной сборной России и готовится сейчас к мировому этапу в Шанхае. Всего в команде пять человек. Студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Московской области. Скоро они соберутся в столице Чувашии, чтобы начать совместные тренировки. Есть чем вам гордиться, потому что я всегда говорю, что лучшая в стране площадка в Чебоксарах. Мы здесь любим тренироваться. Хорошо, что нам позволяют это. И отсюда результат ваш. И у вас в чемпионате мира был ваш участник. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика. Легкоатлеты Чувашии завоевали шесть медалей на чемпионате России среди слепых. Он завершился на днях в Уфе. Как проходят тренировки необычных спортсменов, узнавала наша съемочная группа. На старт. Внимание. Марш. Хотя спорт подразумевает способность видеть, плохое зрение вовсе не означает отказ от физических занятий. Благодаря постоянным тренировкам спортсмены хорошо ориентируются в пространстве. Помогают им в этом сопровождающие. Там старт дают как обычно. У нас действует резинка. Такая как бы чуть-чуть, ну тянется так сантиметров на 15, наверное, получается. И мы бежим как бы синхронно к спортсменам. Так как если у него там идет как бы так правая рука, то у меня, соответственно, идет как бы левая рука. И вот нога тоже получается. И вот надо бежать, как бы стараться бежать в шаг в шаг, чтобы не мешать друг другу, а как бы дополнять, получается. Воспитанники Чувашской школы легкой атлетики выиграли 6 медалей и не намерены останавливаться. С детства тренируюсь, как бы с 10 лет. Подготовку вот шва вот научили в детстве. Как вот раньше было тяжело ориентироваться, сейчас вот лучше уже привычный, как бы уже профессиональный спорт. Все с этим хорошо. Александр Сорокин показал лучший результат в прыжках в высоту и завоевал золотую медаль. Он занимается спортом уже 15 лет. Награду серебряного отлива в секторе прыжков в высоту среди легкой атлетов взял мастер спорта России Святослав Евграфов. Бронзу чемпионата в беге на 5000 метров выиграл тандем мастера спорта России международного класса Дениса Гаврилова и спортсмена сопровождающего Сергея Иванова. Тремя наградами отличился мастер спорта России Александр Иванов. На его счету золото, серебро и бронза в беге на разных дистанциях. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика. Это главные новости вторника. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова